Продолжение следует... 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 И поэтому он и не виноват своим долгом. А вот то, что этот человек взял у него копейки, он должен и обязан ему. И он, сказано, всадил его в темницу и сказал, что ты не выйдешь оттуда, покуда родственники не отдадут за тебя твой долг. И вот увидели знакомые всю несправедливость и пошли к царю. И возобили к нему и рассказали обо всем. И призвал тогда господин этого раба и сказал, вот я весь долг простил тебе. Не должно ли было и тебе простить брата твоему тоже долг, но за то, что ты столь жестокий и немилосердный, поэтому он верил, чтобы его посадили в темницу, покуда не отдаст весь долг. И завершается это притча тем, что Христос говорит, так Господь поступит с каждым из вас, кто не простит ближним своим прегрешение их. Вот нам нужно взять и подумать, насколько мы действительно близки к этой истине, которую сейчас я буду перескать. Потому что мы действительно перед Богом имеем столько грехов. Мы даже представить из них, потому что мы из десяти в восемь грехов считаем чуть ли не добродетельным своим. Потому что мы гордимся, мы считаем, что это наше, о том, что это я такой умный, я такой добрый, я такой сильный, и я так могу. Хотя за это нам нужно постоянно благодарить Бога и ближних наших за то, что вокруг нас нет ни войны, ни голода, за то, что нас терпят и прощают, и помогают нам. Но мы это считаем своим и не благодарим, и не просим прощения у тех, кому мы сделали больно, словом, невниманием, нетерпеливостью своей. Мы считаем, что это нам обязаны, о том, что мы пришли на работу, о том, что мы идем в церковь, о том, что стоит церковь, и нам обязаны за то, что близки здесь все чисто и хорошо, потому что это же я пришел к этому, здесь должно было быть так. А куда они денутся? Поэтому и в магазинах, и в троллейбусах мы еще осуждаемся и раздражаемся мы с ним. Даже в собственном подъезде, а почему такой вот так у нас в подъезде, нахурино, не помыто, не покрашено, окна разбиты, так кто же это куда это смотрит? Вот. Ну так, ты ж тут живешь, так помой за степень. А что я должен за кем? Вот пускай они все, а я-то человек нормальный, это они. Вот и все. И если мы посмотрим на себя вот так, со всей стороны, и справедливо, и спокойно, мы или не видим это, но если не дашь Бог, мы увидим, то мы так уж все это разложим, чтобы пламало не гореть. Поэтому, дорогие мои, Бог действительно постоянно только и думает о том, как нам простить наши предыдущие и о том, как нам помочь. И действительно, прощай, но ведь для этого надо попросить прощения, потому что часто слышишь на исповедании, ну что, Батюшка, прочитать вам послание? Не прочитать. Вы эту записку написали не для чтения, чтобы я послушал вашу дипломацию. Вот, как мы. Нет. Раскаяться. Вообще-то на исповеди надо, в принципе, вообще-то не рассказывать даже, понимаете? Человек должен подойти, понимаете, от стыда просто стоять и сгорать от стыда, и просто плакать, потому что он стоит перед Богом и просит прощения. Как этот человек, который и спросил, что ему Бог простит. И все. Поэтому мне рассказы важны о грехах. Да, ну что я буду там рассказывать? Ну что там? Да, я даже не пойму ваших грехов, я не разберусь в вашей души. И я действительно не увижу, что оно у вас там. Потому что там такое, что вы сами-то разобраться не можете. Вот поэтому нам нужно читать и изучать Евангелие и чувствовать, что это не картинки красивые, а это действительно Матерь Божия, это действительно Спаситель Христов, это действительно святые, те, которые смогли в своей жизни взять, раскаяться и спросить у Бога прощения. И так, и они получили это прощения. И получив прощение, вошли в Царство Небесное. Для нас, верующих, нет другой радости, другого смысла жизни, как только войти в это Царство Небесное. Поэтому я благодарю вас за молитвы. Благодарю вас за то, что вы стараетесь и верю о том, что вы все прекрасно понимаете и будете просить у Бога прощения и получите его. Аминь. С праздником, дорогие, с праздником, естественно. Ну вот, сейчас мы подойдем ко Кресту, но после, как подойдет и прослушает молитвы, после Дома защищения, Отец вместо послужит молебель для всех учащих и учащих. Поэтому для вас, молодые друзья, будем оставаться все на молитве и будем молиться, чтобы Господь вразумил вас, а мы, взрослые, будем молиться, чтобы Господь вразумил детей, подал им разум, был милосерд, а они уже с детства учились быть милосердными. И к нам, и к нам старше, и к Богу, и ко всем своим друзьям. Слава тебе, Боже! 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 Слава тебе, Боже!